Первая книга Паралипоменон, глава двадцать третья Из них назначены для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, песцов же и судей шесть тысяч, и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые Он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мерари, из герсонян Лаэдан и Шимей, сыновья Лаэдана, первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое, сыновья Шимея, Шаламиф, Хазиил и Гаран, трое, они главы поколений Лаэдановых. Еще сыновья Шимея, Иахаф, Зиза, Иеуш и Берия, это сыновья Шимея четверо. Иахаф был главным, Зиза вторым, Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа, Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил четверо. Сыновья Амрама Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых. Он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, Человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея – Герсон и Елизер. Сыновья Герсона – первый был Шавуил. Сыновья Елизера были первые Рехавия, и не было у Елизера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара – первый Шаломиф, сыновья Хеврона – первый Иерия, и второй Амария. Третий – Иохазиил, четвертый – Иекамам. Сыновья Озиила – первый Миха, и второй Ишия. Сыновья Мирарины – Махли и Муши. Сыновья Махлия – Елиазар и Кис, и умер Елиазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса – братья их. Сыновья Мушия – Махли, Едер и Иремов – трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от двадцати лет и выше. Ибо Давид сказал, Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше, чтобы они были при сынах Ароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукой для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченным, жаренными за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и словословить Господа так же и вечером. И при всех всесожжениях возносимых Господу в субботы, в новомесяча и в праздники по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилища и сына Ароновых братьев своих при службах дому Господню. Продолжение следует...